Движение «Пять звезд» поддержало создание правительства Италии с Демпартией. Движение «Пять звезд» поддержало создание правительства Италии с Демпартией. 20.49.3.2019 года. Обновлено. 20.58.3.2019 года. Флека, Реймеля, Монтичатария. Флека, Реймеля, Рим. 3.7. Рея новости. Александр Лагунов. Итальянское движение «Пять звезд» по результатам проведенного во вторник внутреннего голосования поддержало формирование коалиционного правительства с ранее оппозиционной и демократической партией. Опрос прошел на базе онлайн-платформы «Руссо», участие в нем приняли 79 тысяч участников движения, что на 23 тысячи человек превысило показатели рекордного голосования по вопросу лидерства в движении ныне отставного вице-премьера Луиджи Димаи. Членам движения предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы оно запустило вместе с демократической партией правительства под председательством Джузеппи Конти. 79,3% принявших участие в голосовании ответили на него положительно. От исхода голосования движения «Д-5З» во многом зависело будущее новой коалиции, ранее Джузеппи Конти, которому президент Италии Серджо Матарелло поручил сформировать новое правительство страны, заявил, что намерен завершить эту работу к среде. В таком случае принесение присяги нового правительства состоится в четверг, 29 августа, 17.19 акценты. Расчет с браком. Италия получила коалицию Монтики и Капулеттинион один уверен, что наспех сбитый альянс популистов с левоцентристами протянет до обсуждения первой же серьезной проблемы. Уж слишком они разные. Но пока они могут выдохнуть. «Я думаю, мы должны быть горды тем, что весь мир ожидал того, что эти 80 тысяч выразят свое мнение на этой уникальной цифровой платформе», — заявил Димая, представляя итоги голосования. По его словам, онлайн-референдум стал последним этапом на пути формирования нового правительства. «В ближайшие часы вы узнаете, кто вошел в команду правительства во главе с Джузеппи Конти», — сказал лидер движения. С началом голосования Де Пядзе выложила в своем блоге проект программы возможного будущего правительства. Среди его 26 пунктов выделяется намерение принять экспансивный бюджет на следующий год, намеченные планы по сокращению числа парламентариев и финансовые меры по избежанию роста налога на добавленную стоимость. Кроме того, новая коалиция обещает принять меры по поддержке семей, инвалидов, школ и университетов, упростить систему налогообложения и снизить налоги, а также укрепить экологическую политику. 29 августа, 22.06 РИА Новости Новое правительство Италии будет стабильным, считает политолог. Что касается острой для Италии миграционной повестки, демократы и пятизвездочники отмечают необходимость сильного европейского ответа на проблемы потоков мигрантов и разработки норм, которые позволят преследовать контрабандистов, в то же время будут касаться темы интеграции. Одновременно главы парламентских фракций Демократической партии, которые во вторник приняли участие в очередной встрече со своими виз-за-виз движения, также сообщили о том, что им удалось завершить работу над программой с тем, чтобы представить ее президенту Маторелли. Острый политический кризис разразился на опенинах в самый разгар сезона летних отпусков. 8 августа вице-премьер, лидер пари Лигы Маттеас Эльвини уведомил Конти о том, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать и потребовал проведения досрочных парламентских выборов. 20 августа Конти подал прошение об отставке президенту Маторелли. Тот провел два раунда двухдневных консультаций, на которых руководство движения и Демпартии проинформировали президента о достижении политических договоренностей и согласовании кандидатуры Конти. 20 августа, 17.26. Рия Новости Конти обвинил Сальвини в развязывании политического кризиса в Италии.